С командой противолженностью. У меня звук, звук рубанулся, звук моего репута. Ну, команда готова, Мария. Хорошо, отлично. Команда готова, отправляем ее на Гранд-Арену. Вот, обсуждали мы здесь, что происходит вообще со всеми командами. У кого что там с поинтами и, так сказать, в красной группе как-то все более пока очевидно. Вот, в синей интрига есть. Интрига... Именно за последнее место. За четвертое... Ну, как бы с другой стороны, что может быть? Это может быть не за последнее место. Например, Машурм с Мумпани берут, выиграют всех. То есть, они сейчас играют в пять игр. Ну, не за последнее место, например. Сейчас так, в общем, подруга включила стрим. Так, например, смотри, они играют сейчас в пять игр. То есть, вот в Машурм с Мумпани еще есть пять игр. Они пять игр выигрывают и получают 10 очков. Ну, опять же, знаешь, пять игр выиграть — это не так и просто. Это может быть? И опять же... Сейчас, секундочку, у меня... Почему у меня включается, например, стрим? Я его выключаю. Хочу посмотреть просто на Teams, а там как раз-таки стрим вверху. И у меня он берет и сразу подрубается. А что у нас там с вратами? Ну, даже если выиграет Машурм с Компани у всех, то это значит, что другие команды проиграют. Проиграет команда Sony Kids, что... Даже не то, что проиграет, то, опять же, все не так просто. Чтобы нам, нашей команде, выйти на первое место, нам выиграть надо у Toxic Q со счетом 2-0, и надо выиграть хотя бы у команды Wild Genius 2-1. Да. Или проиграть 1-2. Точнее, даже так. Не, ну, проиграть это, по идее, на первое место не кинет. Потому что у нас будет, скорее всего, ровное количество поинтов. Но если они, конечно же, опять же, выиграют у Зелена. То есть, если... Это опять же, то есть, такие игры... Например, очень большая разница, как сыграешь 2-1 или 2-0. Это крайне большая разница, потому что, например, Зелену мы проиграли, но там, я скажу, что было достаточно фейлово все. То есть, если бы сейчас мы вышли бы на Зелен, вот прямо сейчас вышли бы на Зелен, то далеко не факт, что было бы и 2-1, а может быть мы и выиграли вообще, потому что немножко меняется ситуация потихонечку. Ну да, если бы у вас была 2-0 над Зеленом, у вас было бы суперкомфортно все. Ну да. То есть, просто невероятно комфортно. Ну, пока что Wild Genius идут, причем более чем успешно. Ну, а не так, они, знаешь, так запоздало подсоединились и посмотрели на всех. И, как говорится, они без помощи аналитики Азаэля, наверное, там, знаешь, он смотрит, он комментирует, он видит все. Он видит вообще все игры. Ну, поэтому, да, и Азаэль как бы в курсе. Ну, как бы, собственно, я тоже в курсе, что происходит, кто что пикает. 20 секунд до начала этой игры, играть у нас будет РЛД против команды Sony Kids, играющих трипл хиле. Игра эта будет явно не быстрой, то есть, я не думаю, что есть смысла ждать быструю игру. Так, кстати, немножко, по-моему, подожди, эко, эко это не друид. Да, сейчас я это исправлю. 10 секунд до начала. Как раз попробую я быстренько это фиксирую. Вафл на Элеме вместо Фноберс. Странно вообще, ну, странно, меняется, кто будет играть Элему. Ну, да, подменяется. Хорошо, финальный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, гоу. А, ну да, в принципе, логично, потому что Фноберс на Вестор Друиде играет, поэтому логично, что идет именно Вафл на Элеме, потому что, ну, Фноберс, вроде как, Элемом играет получше. Сапается, Элем, ну, так, чисто, ну, потому что это... Сапается, можно готовиться. Just because he can. Ну, он засапал, они там что-то попытались побуржить, там сразу лайфбумами просто накидали, перекидали и как бы... Ну, Элема вот на ровном месте не взять и не убить просто так вот. На ровном месте никак. Причем с приходом. Да, причем с приходом. А даже шаманистик, то есть, хотя бы шаманистик выбить тоже сложно. И с ШП тоже самое, то есть, ШП пробивается не так-то сильно, хотя смотри, с Ванишей идет. Такое ощущение, что хотел сап только что в окно Берсона дать. Да, мне тоже так казалось. Ну, Тринкер, кстати, выбился, скорее всего, с Блайна. Он выбился, да, с Блайна он выбился. РЛД же вообще может быть и очень хорошо в Друиде уходить. Прям... С САЛ, кстати. Больно до дня. Идей же, Мутер-Рога может хорошо свечить Рестор Друида? Почему бы, собственно, и нет. И Мутер-Рог сейчас свечется на базу, то есть, убегает он к грибам, подхиливается он ножами. Надо Рестресс сейчас, потому что его прикусит. Да, понимает он это, что прикусил и бы сейчас... Валит, а думаешь, 10% минус, его не простил. Там же лобушки даже долетели еще. ЛМ его не простил. Ну, зажал кулдаун и валит, не нажал, не подхил, не бабл. Говорит, что у Куви был лак, но, ребят, извините. То есть, как бы... Ну, это, опять же, как бы, who cares? Потому что лак есть, да, обидно, но... Ну, как бы, правила немножко поменялись, и... Кто залагал, тот, как бы, и виноват. Кто залагал, тот, да, тот виноват. Ну, так знаешь, прям, виноват, да, бывает. Ну, не виноват, конечно, но залагал, твои проблемы. Потому что кто бы другой не залагает, будь то Азаэль, там, будь то любой другой человек вообще, который играет... Ну, это будут абсолютные его проблемы. Ну, переигровку, конечно, можно только у враж... Разве что у вражеской команды просить. Ну, опять же, только если вражеская команда согласится. А здесь поинты нужны всем, причем нужны очень сильно. Смотри, такое срочное послание зала. Срочно скажи Готику, чтобы в игре последней у Акрололза в мути-спеке был намазан нейтрализующий яд вместо смертельного. Это просто невнимательность, они поэтому проиграли. Это кто написал? Это в чате, наверное, написали. Ну, да, это или в чате, или, в общем, так сказать... Ну, нейтрализующий яд вместо смертельного... Ну, это вообще да, потому что есть... Я могу ошибаться, но на мути-уроге крайне нужен смертельный яд. Даже вместо какого-либо неважно. Может быть, какой-то план есть, там, что нейтрализующий это, даже не знаю, какой это Мортал, или это Минус Каст, потому что Майн Намин... Ну, трудно сказать, как по-русски они там называются. По-моему, нейтрализующий — это именно Мортал. Но, опять же, кто его знает? Интересно, что у них там за лагом его будет. Ну, я видел, да, что Куви, он, знаешь, он в какой-то момент просто, так сказать... Ну, учитывая, что вроде бы как валит протонулся, и... Ну... Да и на Куви-то контроля не было вроде особого. Ну, да, но он протонулся, он как-то, он все равно опоздал немножко, наверное, с дефом каким-то. Ну, как-то да, но, видимо, не ожидал просто валит этого лага, протонулся, а в портале, к сожалению, нажать ничего нельзя, а лава бурсы за тобой летят, и долететь они могут именно тебе, пока ты летишь, собственно, в портале, и это, опять же, неприятно. Это точно. Команда Just In Time, все еще что-то... Выбирают они Талвир, они выбирают Талвир, ну... Старт такой неприятный для них, просто неприятный старт. Ну, да. С этим нельзя поспорить. Знаешь, на самом деле, вот я даже сравниваю вот команду Just In Time, и вот Sony Kids просто на обилие спеков, я вот смотрю, новых игроков. Ну, это, это разумеется. То есть, это как бы дефолт. Но, опять же, много спеков, например, рублевых взято, потому что я думаю, что Waffles — это LEM Shaman, Restore Shaman. Не больше, не меньше. Вот просто не больше, не меньше. Pira — это, опять же, это просто Warlock, не больше, не меньше. Ну, ему и больше, и меньше, и не надо, в принципе. Хотя, может быть, когда-то Hunter подрубить, и может быть, он сможет. Eko — это просто ШП. Rylos — это просто маг. Ну, может быть, там что-то они могут подрубить другое. Фномерс, да, это, например, он, как ты помнишь, на ШП. Это же он играл вроде как на ШП. Да. Ну, точнее, не играл, а… Ну, да, там какие-то проблемы были. Да, были, да. То есть, это он играл на ШП, но не хотели, чтобы он играл на ШП. Ну, в принципе, бывает. И, опять же, там еще играл LEM, точнее, играет он еще и LEM и Restore Druid. То есть, ну, как бы, обилие у него есть какое-то. Например, в команде Sandline, вот Sandline играет Frost Mag'ом, ну, Fire Mag'ом, ладно, играет Mag'ом и LEM'ом. Потом LV играет чисто на хил-присте, ну, и Pal'ом. Ну, Pal'а, я думаю, что вряд ли он будет брать, потому что Pal'а сейчас не подписывается под его сетапы конкретно. Ну, Pal'а — это просто, да, это как бы в прошлом сезоне было актуально, играя престом, освоить паладин. Это было, ну, потому что присты были дно в прошлом сезоне. Не, ну, кстати, Pal'а на самом деле более чем реально брать, вот, например, PHD на PHD. PHD с Pal'ом имеет какие-то некоторые такие... Ну, у него, может, ХПС, а у него ХПС может не хватить, на самом деле. Ну, поначалу-то ХПС у него более чем хватит, а как ты помнишь... Ну, а преимущество в чем? В Бабле? Преимущество может быть даже в стане там же. И поймать, там, например, Скаттертрапу сокроет. Ну, это такие моменты, то есть, если будет хороший пал, прям реально хороший пал, и будет играть PHD против приста в PHD. Ну, опять же, спорно, потому что не думаю, что хилы могут друг друга филиать, например, присты. А Paladin имеет какую-то, какую-то возможность, если у Камана давят, то дать стан. Угу. 20 секунд до начала игры. То есть, как будто, ну, только для таких сетапов Paladin будет получше, чем какие-то другие хилы. Ну, опять же, Куви это просто, скорее всего, Рестор Друид. Потом, ну, и валит, в принципе, собственным Варлок. Хотя, может, на ДК он выйдет, впечатляю, что у него два спека ДК. Да. Вполне. 10 секунд до начала игры как-то нужно реабилитироваться в команде Just in Time, потому что, ну, да, был какой-то лаг, было что-то неприятно, но... Каральница. Ну, надо собираться, нужно как-то не, знаешь, не на минус морали выходить. Пять, четыре, три, два, один, гоу. Начинается арена, скорее всего, это будет Monstals. Ну, да. Но каких-то таких супер опенеров я именно не замечал вот за командой, потому что, знаешь, нужно портал ставить вот это потом как-то уже. Ну, ты, знаешь, это с магом, ну... Ну, и знаешь, это не РЛЭш одиннадцатого сезона какая-нибудь, десятого, это и мути-рога. Смотри, он поставил. С клинками-то вообще, и циклоне стоит, причем с флоу. И не тринкуем, все же. В конце флоу клинки получились, даже абсолютно ничего не выбил, просто ровно... А клинки-то большой кулдаун? Ты трехминутный, поэтому, да. Валита там подпросадили между делом. Опять же, вот смотри, проиграние первое очко, и что очень важно, что, ну, этот трипл хил очень сложно будет убить. И вообще, да, если трипл хил как-то, знаешь, вначале просто берет прокает, а потом, значит, уходит в какой-то деф такой, просто в долгий-долгий деф, то, знаешь, это сложно с ними. Знаешь, в чем проблема РЛД, что они могут даже неплохо там кого-то прессовать, но добить они не смогут. Потому что Варлок, ну, не бурст-класс. Варлок, ну, доты повесит, доты там дамажить будет неплохо, но вот в какой-то момент дать какой-нибудь, например, как ШП может дать сало, и в это сало там влить в два раза больше демажа, чем сделает Варлок. И, например, ШП надамажит за игру в два раза меньше, но он выиграет, а Варлок надамажит в два раза больше, но проиграет, как бы. Такой момент тоже есть, потому что именно с Рогой в идеале как бы всегда бурстовать. Ну, Рога играет еще и, кстати, в мультилейт спеке, поэтому бурста у него тоже меньше. И бурст у него такой чисто показывает на тебя весь этот вендент, и ты понимаешь, что сейчас по тебе будет демаж. Ну, а потом ты, как бы, выходишь уже и... И опять же бегает он в ресторан. Ну, они как-то, они открываются, они вообще ничего, они даже... Ни руты, руты, как же выбили неприятно. Они, знаешь, ни шаманистики особо не форсятся, ни Барскин там отдаётся Фноберзом, то есть, ну, вообще ничего не происходит. Вот, вообще ничего, давление ноль, абсолютно. То есть, в такой ситуации Фноберз может, на самом деле, идти просто туда вперёд, нахотать и просто, знаешь, там как-то... Кстати, после циклона Рога рестелсовался вот между делом, поэтому... Даже вот спорно, что его зациклонировали. Зациклонили его, когда у него было ноль Энерджи, он просто нажал Инвиз, потому что ему не дали циклона ничего. Нажал Инвиз и спокойно рестелснулся, и начал играть с Инвиза, с фул Энерджи уже. Ну, опять же, что это дало, в общем-то, вроде как ничего, вау, немножко просаженный. Ну, по мане, другой Афнобер просаживается тоже, но... Это не ману друиду. Ему вообще без разницы на эту ману. Сейчас он может начать, мне кажется, в этой игре с 10% маны, и ему вообще будет окей, ну ладно. Ну, это будет, конечно, неприятно, но... Ну, это будет неприятно, но это не скажется как-то супер сильно на их геймплей. Да, потому что в любой момент, как мы видим, Фноберз может в любой момент пить просто... Он может уйти в дерево, настакаться на всех всё и уйти пить. Всё. Да, даже без дерева, в принципе, то есть он может дать там... Выхилить одного, выхилить второго, а Блума оставить на том, как в какой игре... Кстати, Элем подрубается между делом, причём он кастует, кастует, кастует по Роге, но Рога забегает в лосс и спамит он Фейн, прям, потому что чувствует, что... Фейнт, Фейнт, Фейнт. Причём спамить его, ну, это немножко спорное решение, единственное плюс спамить Фейнт, что... Там, если стан вдруг залетит, он на тебя останется. А так ты мог нажать Фейнт, проходит 3 секунды, дают стан, Фейнт уже как бы... Через 5 секунд висит, он уже заканчивается, и всё, у тебя облетают как надо. Ну да, но правда, станов тут, конечно же, особо много нету. Ну, сори, может быть, знаешь, там, это может быть перемещение конденсатора. Ну да, но всё равно, как бы, конденсатор... Это может быть Баша Друида. Ну, Друида должен зайти всё-таки в мели и там... Это может быть всё же Хоррор от ШП. Ты можешь, ты будешь тянуть в контроле. Хоррор от ШП, это более чем реальная тема уже пошла. Ну, опять же, дал ШП Хоррор. Ну, если сможет, конечно, Элема отыграть, то да, Элема, может, и убьёт. Но если ШП Хоррор даёт, то сливает он много, очень много демонов своего. Ну да. Разводит Рогу на Кош, ну, что-то мне подсказывает, что ты играл, либо будет... Не разводит Рогу на Кош, при этом отдаётся Блайнд, если не ошибаюсь. То есть он отдался в Ноберс, что ли? Сапается в Ноберс, ну, опять же... Просто Блайнд, да. И в него же играют. И в него же играют. И в него же играют Горота, Чипшот. Причём с клинками играет, с Виндеттой совсем, есть Барскина, Блайджуф. Оттянули, сейчас ещё может отпрыгнуть. Да, ещё и от фир будет какой-нибудь... Вообще, ну, 20% на фулах Роги. Ну да, опять же, ну, не разыгрался. То есть Роги в мультилейте в идеале присесть и неплохо потунелить, чтобы сделать какой-то дэмэдж. То есть не может она как ШД, там, за 3-4 ккд снять. Там настакать, там, дедлики настакать, по ним там, левать что-то уже. Ну, даже не то, чтобы настакать, а закинуть доты, чтобы доты... Ну, ты их закидываешь, они работать-то ещё не начинают. А вот через какой-то момент они начинают кикать. И Рог, кстати, между делом Бескоша, ест камень, бежит он к Куве, к Куве в фире, ещё и в стеклоне. И у Роги проблемы, и она, скорее всего... Супер проблемами, 1%, да и это 2-0, в общем-то, шансов не было вообще. Абсолютно. Их даже, знаете, где-то, например, там, ну, где-то, знаешь, могут быть опасные моменты, там, close game, но... К сожалению, тут что-то... РЛД, РЛД, быть может, знаешь, быть может в шедоуспеке, точнее не в шедоуспеке, а в сабе. Рога в сабе с дэнсом по друиду, раз в минуту, что-то где-то как-то... Ну, опять же, знаешь, в чём проблема, вот как раз большинство русских команд, что, ну, не хватает им как-то обилия сетапов. Ну, вроде, есть там маг, ну, просто, например, спеков может быть даже много, но некоторые спеки могут перекрываться, некоторые сетапы одним баном, например, там, забанил фростмага, нет уже РМП, нету МЛЖ. Ну, хотя нет, МЛЖ есть, но с фаером. Ну, вероятно, в фаере не хочет отыгрываться онлайн, но, опять же, то есть не хочешь, и заставлять тебя никто не будет, но из-за этого может быть неприятно, потому что мы видели Волкозабр, Волкозабр в фаере заспамливают... Ну, да, там в фаере он там мини-перобласты там. Да, я не знаю, мини или макси какие-то перобласты, то есть, я не знаю, какие точно перобласты, но спамил он их неплохо, а с Эльтертайм там вылетало реально по 5 перобластов за раз. Собственно, да и с Вартаком нормально, типа, ты такой, как второй дотер, такой мини-дотер, потому что не сильно, конечно, дотует фаермаг, но какие-то варианты есть, там, комбас, то есть закидывать нереальную пачку дотов хила, точнее, ход, да, дотов и с бланкетом хила, там, с комбасом, со всем этим, и там доты просто буквально сжирает. Начинаются баны Элем, Фростмаг, то есть в этот раз дают возможность выйти в Райлзу, он может выйти в МЛэша, он может выйти в МЛД. Возьмёт, он, конечно, своего мага, потому что частенько ему его банят. Ну, это, как тут пойдёт, сложно сказать. Ну, опять же, они могут попробовать выйти в этом ВРМП, им нужно, знаешь, что на самом деле строится такая интересная игра, и сейчас будет бана Фриварлока, инфа прям сотка. Ну да. То есть зря, опять же, может быть, взяли Элема. Знаешь, вот обычная, как бы, идеальная команда на Лиге арена, это команда, у которой есть один супер-сетап, и если он банится, есть второй супер-сетап. Ну, это как вид... ПХД джангл, например. Ну, опять же, знаешь... У немцев такой же есть, у Азаэля, ну, как бы, наверное... У Азаэля вроде нет. Ну, вот у них шеду плейволь,